ПЕЖО 408 Ну, теоретически вроде как Должна меняться через 3 только обычные Обычный антифриз на этиленгликолевой основе Посмотрите, после антифриза G12 Остается вот такой налет Как будто это не новые технологии А дерьмо какое-то Ну, почему как будто, тоже вопрос Он розовый, как и положено Был когда-то На это ТО официалы даже не стали Доливать антифриз Сказали, что надо менять, иначе будет хана Хана будет печки А потом и помпи Хотя 3 года это не 5 и не 7 Но сказано, сделано Итак, почему я не люблю Корбоксиальные антифризы Вы можете посмотреть на моей страничке Там, где проверяем Качество антифриза Сейчас я даже проверять не буду, потому что и так видно, что это говно Там все подробно описано Как проверять, что проверять Ссылка есть под видео Итак, а дальше идем по ПЕЖО Как снимать впуск Было сказано еще в видео про то, как я снимал аккумулятор В плейлисте про ПЕЖО Там есть это все Про то, как снимать корпус фильтра Было сказано в видео про то, как чистить или заменять воздушный фильтр на ПЕЖО Все это лучше сделать до начала смены антифриза Придется подлазить вон туда Можно обойтись без этого, но лучше все-таки добраться до тех дебрей Потому что это шланги идут на печку А печка больше всего засоряется от грязного антифриза Ее лучше промыть и продуть С помощью вон той пипочки можно продуть воздухом И сбросить еще часть антифриза Система охлаждения у ПЕЖО достаточно разнесенная получается Потому что бачок справа, потом патрубок проходит понизу Здесь врезается в радиатор Здесь еще какой-то гусак от воды Ну, само собой, на охлаждение коробки, наверное Там на печку Здесь разветвленный термостат Ну, можно, конечно, озадачиться и все это по отдельности промывать Сейчас не тот случай Многие просто не озадачиваются Сливают то, что можно слить с нижнего патрубка Вон там он в центре Несколько раз промывают и заливают новую жижу Я выбираю золотую середину Добрался вон до того воздушника все-таки Оттуда продул, что можно Выдул какую-то часть жидкости из печки Здесь все стекло, пробулькало Теперь все закрою И несколько раз промою водой Ну, то же самое Это смысла нет показывать в видео Что там, шланчик снял, слил воду Но скажу одно Вот эти патрубки Это по лансеру опыт у меня Очень хрупкие и ничем не появятся потом То есть, если, не дай бог, вы когда будете снимать шланг Лопните патрубок или надломите его То придется менять целиком радиатор Потому что он алюминиевый Не паяется Крышку отдельную вы фиг найдете Будьте аккуратны Нежно придерживайте Не сломайте Снимать и мыть расширительный бачок я не стал И вам не советую Потому что на улице минус Как ни крути пластик, он хрупкий И сейчас можно натворить делов Остаться без машины Просто барботажем воздуха Побулькал там, что что-то смыл Что-то осталось Пока хватит Со спускного отверстия Можно назвать его воздушником Потихоньку стекает непонятная жидкость Больше похожая на остатки Старого антифриза, чем на свежий Ну, пусть пока течет Как светлый потечет Можно будет закрывать Начинаем заливать Нормальный антифриз После того, как выйдет весь воздух Вода И пойдет нормальная желтая струйка Из воздушника Можно будет его закрыть тоже К сожалению, Ютуба довольно жестко Относится к скрытой рекламе видео Поэтому я не буду говорить Каким антифризом я пользуюсь Вернее, концентратом Вы можете посмотреть об этом на страничке моего сайта Где написано про антифриз После того, как дольете антифриз до уровня Надо завести машину И потихоньку начнет уходить уровень Придется подливать Потому что радиатор заполняется в последнюю очередь Потихонечку Скорее всего, после того, как вы проедетесь Ну, или я проедусь Уровень антифриза упадет Придется подкорректировать Но на это у меня есть запас Кстати, зашло не очень много Порядка 4,5 литров Я ожидал чуть-чуть большего Тем более, плюс использования Именно концентрата в этих условиях Потому что сейчас концентрат смешается с водой И если бы это был бы обычный антифриз То это сильно увеличило бы температуру кристаллизации В данном случае это концентрат И ему пофиг на это Убедившись в отсутствии протечек Во всех местах, которые открывались Можно собирать двигатель То, что было разобрано И радоваться новому чистому антифризу Оказывается, я пока все это делал Прочитал этикетку на своем любимом концентрате Он соответствует всем нормам Начиная от G11, G12, G122+, G13 Раньше такого не было В общем, можно вполне заменить антифриз самому Дерзайте, сэкономите порядка тысячи-полторы рублей И плюс еще сможете залить то, что сами хотите Не забывайте подписываться Там в плейлисте Peugeot постоянно появляются новые видео А то можете их пропустить Давайте, удачи, пока!